Ну что ребят, пришло время вернуться в 2011 год. Да, действительно, в ближайшее время вас ждет, вот в ближайшее это завтра, возвращение World of Tanks на старую графику на 2011 год. Я даже сейчас скажу патч, патч 0.7.0, где та самая злая артиллерия будет, где не будет баланса, где будут голдовые снаряды только за голду, то есть не будет огромного количества голдострельства, вас ждет и вы действительно, будет откат и вы сможете, мы вернемся в эти старые танки. Будет старая физика, где можно будет свешиваться с мостов на Маусе и делать, вытворять фантастические переветы, где уничтоженные машины нельзя сдвинуть с места после того, как они отправились в ангар. В общем, ребят, завтра вас ждет настоящая ностальгия. И что же это за режим? Как это все разработчики провернут? Почему мы возвращаемся к старому клиенту? Весть он будет 4 гигабайта и вы сможете все его установить и играть в старые танки на старой графике. Я думаю, в ближайшее время будет много видео и стримов и я тоже постараюсь скачать этот клиент и показать вам, что там да как происходит. В общем, слушайте внимательно, будет интересно, очень интересно, потому что сейчас все расскажу подробно, почему, блин, старые танки возвращаются, что будет с новыми и тому подобное. Кроме того, на фоне у вас очень годное сражение, где наш герой немножко будет наносить урон даже по своим союзникам в ближайшее время. Поймете, почему он, по-моему, уже в стычке с МТ-25 немножечко отхватил на 16 хп МТшки, тоже присадил, так сказать, с любовью. Но вообще данное сражение будет крайне необычным. Внимательно сейчас проследите, что происходит в городе. Там остается наш бедный союзный Т-34-85М, который попал еще в самый низ списка в бой с танками восьмого уровня. И сейчас обалдевает от того, что на его и без того нелегкую долю пришлось остаться в одиночку в городе против одни КВ-85, которые уже переехали и вот-вот выкатятся на нашего бедного советского среднего танка. Но наш герой на ЛТ-432 с одной стороны понимает, что хотелось бы как-то помочь в 85-ке, не дать ее просто на растерзание, потому что японец сейчас выйдет и просто изнасилует бедную советскую СТ-шку. И с другой стороны понимает, что отсюда нужно удирать, потому что весь фланг проигран. И там довольно много вражеских пацанов светилось, во-первых, на возвышенности на горке, ну там где Штюр Эмиль сейчас стоит. И надо ну как-то свою шкуру спасать, потому что вот сейчас мы видим, как быстро улетает эта самая Т-34-85М. Просто по щелчку пальцев ее отправляют в ангар. Но с другой стороны счет 6-6, потому что наша команда отличается успехами на другом фланге. Казалось бы, вражеские пацаны подобрались уже под самый перевал и вот-вот заберут ЖД-шку полностью. Но неожиданно туда приезжает подкрепление в виде Т-52, в виде ФВ-4202, в виде Т-34-85, той же, которая вдалеке стоит. И становится, конечно, потяжелее. Но здесь начинается игра с огнем, потому что наш герой стоит за кустами и, с одной стороны, подсвечивает японского уни и хочет по нему стрельнуть. С другой стороны, понимает, что если сейчас даст шот, то, скорее всего, тут же засветится и попадет под фокус. Но все-таки рискует дать шот и, конечно, скажу, везет нашему герою, что нигде не нашелся желающий его подсветить. И вот так вот легко нам удается на этой позиции сыграть. В это время мы видим, что перелом начинается на железной дороге, потому что там только что наши союзники вот вроде бы подходили под вражескую базу, вроде бы должны были, ну, как-то что-то затаскивать, но ничего подобного не происходит. Все похерили, так сказать, извиняюсь о выражении, но по-другому это просто не опишешь. И остается небольшая кучка от нашей команды в районе базы. Тигр 131 в квадрате. Д8. И все, ребят. Сейчас, если мы теряем Тигра, нашему герою придется в одиночку светить для артоводов и ПТшки, которые стоят, потому что там, ну, нетрудоспособное население нашей команды, так скажем. Две арты ГВ Пантера, Хумели и Тигр 131. Я немножко хотел сказать Скорпион G, но почему-то Тигр живет дольше Скорпиона, это, конечно, удивительно. Начинают совсем борзеть противники, через центр поехал Эмиль, нас тоже подсвечивают, сразу опердоливают. И, по-моему, если сейчас СТ-шка через ЖД пробирается за нашу базу, то вырежет двух артоводов и на этом будет все пороблено, так скажем. Но неожиданно появляется КВ-85 и у нас появляется шанс этого советского танка приголубить, потому что он только к моменту уничтожения начинает понимать, что по нему работают сзади в борт. Ну, довольно скорострельная ЛТ-432 и с этим именно КВ-85 справиться и не смог. Посмотрим, справится ли Штюра Эмиль. Вот промахивается и сейчас мы уже прекрасно понимаем, что это наш шанс Эмиля в ангар отправить, потому что... Нет, все-таки перезарядка подходит, потому что на стоковом стволе катает Эмиль, поэтому он нам один раз все-таки кинул. Ну, а в это время противники уже полностью оборзели и подбираются под нашу базу. А кто там остался? Там осталась одна бедная артиллерия Хумель и, по-моему, ее сейчас спокойненько вырежут. И на этом наши полномочия, так сказать, все окончены. И, казалось бы, уже требовать нашего героя чего-то жесткого, ну, нельзя, потому что... Ну, почти слила, почти слила вся его команда остаться в одиночку против пяти. При том, посмотрите, какой состав. Это 42-02 и она совсем не ваншотная. Где-то стоит борщ. Кроме того, еще есть артиллерия, у которой тоже уже фраг есть на счету. В общем, совсем нелегкая ситуация на нашу долю выпадает здесь. Ну, посмотрим, как сейчас реализуют наши герои все это и чем, в конце концов, данная схватка закончится. Но я давайте пока все-таки перейду к информации. Во-первых, у этого ролика есть спонсор. И это сайт водки.ру, ребята. Это самый обалденный сайт с кейсами в World of Tanks. Там можно получить себе премтанк восьмого уровня всего за 99 рублей. А иногда вообще даже бесплатно. Потому что там голду можно бесплатно зарабатывать. Перейдите, ссылка в описании. Также, ребята, в описании специальный бонус-код. Новый, крутой. Для сайта водки.ру. Ну, как не новый, я уже давненько его в описании публикую. Но все же советую всем, кто не использовал или хотите использовать еще раз. Обязательно вводите его при пополнении счета на сайте водки.ру. И будет крутой подарочек. Также, внизу сайта водки.ру каждый день, ребята, раздают 5000 голды. Ссылка в описании. Переходите, сами проверьте. А мы едем дальше и едем к победителям халявы от бомбилки. Вот они, вот их комментарии с игровыми никами. И вот наши чеки об оплате. Эти ребята получают себе премиум танки 8 уровня. Или голду от бомбилки. Ну, как обычно. В общем, вот эти пацаны. А в этом ролике тоже будет 2 победителя. И условия те же самые. Давайте еще раз быстро скажу. Это поставить лайк. Обязательно лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. И оставить комментарий с игровым ником. Будет раздача, премиум танков 8 уровня. Или голды. Тоже 2 победителя. Участвуйте в каждом видео. И обязательно выиграйте. Потому что, ну, итоги каждый день. Это действительно круто. Ну, а теперь едем дальше. И именно к новостям. Пока вы смотрите финал этой эпичной катки на ЛТ-432. Действительно эпичный финал. У нас 71 хп. И буквально, собственно, 2 врага против нас. И ни одного шанса на ошибку. Потому что, если выкатываемся неаккуратно. Сразу арта нас с фугаса забирает. Действуем слишком агрессивно. Борщ пересветит. Отправит в ангар. В общем, нужно здесь искать золотую середину. Между расчетом и агрессией. Ну, а я давайте все-таки пока расскажу самую главную новость. И что же нас ждет в ближайшее время, ребята. А в ближайшее время. То есть, завтра уже будет доступна загрузка. Завтра утром. И загрузка будет доступна старого клиента. Старого патча 0.7.1.1. И это будет называться World of Tanks Classic. Уже доступен сайт сервера. Вотклассик.ру Я не буду писать его в описании к ролику. Где найти, обязательно скажу. Слушайте дальше. Как установить вотклассик? Прежде всего, вам нужно скачать исключительно Wargaming Game Center. И это, так сказать, лаунчер картофельный. Позволяющий управлять всеми играми Wargaming. И, собственно, там найти изображение. Вотклассик. И выберите папку для установки. И, собственно, внутри этого Wargaming Game Center сможете настроить. И скачать себе вот этот старый клиент. Старый патч. И заходить играть туда. В общем, вот такую вот штуку придумали разработчики. Сразу возникает вопрос. Зачем? Для чего? Ну, это прикол на 1 апреля, ребят. Никак по-другому это не назвать. Не стоит забывать, что 1 апреля вот-вот у нас на носу. И разработчики решили вот такую вот штуку сделать. Куда денется обычный клиент? Да никуда. Останется так же доступным. И вы так же сможете играть в обычные танки. На полноценной основе. То есть это не отменяет существование обычной World of Tanks. Это отдельный клиент. И вы отдельно его качаете. И отдельно туда заходите. Это как другая игра будет выглядеть на вашем компьютере. Но мне кажется, многим будет действительно прикольно зайти в новый клиент. Зайти в старый новый клиент. Зайти в патч 0.7.1.1. Посмотреть старую арту. Кто не видел легендарного Type 59. В общем, там очень много нюансов. Я даже специально читал описание в начале ролика. Давайте еще раз расскажу, что же именно там будет. Так. Так же там можно выиграть уникальные стили. С отпечатками собачьих лап. Надписью и эмблемой. Стили можно использовать в актуальной версии World of Tanks. Во-первых, там будет физика, движение старое. Где можно будет свешиваться с места. Где можно будет переворачиваться. Где нельзя будет переворачиваться. Там запрещено танкам переворачиваться. То есть, такого вот нюансика, где вы валяетесь, у вас не возникнет. И башни там не взрываются. Танки вообще не отрываются от земли. То есть, не только не переворачиваются. Они никак не могут оторваться от земли. Графика в танках олдскульная, старая и вызовет у вас ностальгию Старая музыка, старые саундтреки, старая отрисовка Все будет максимально старое, вот вспомните сами В 0.7.0 нету лампочки, лампочки в World of Tanks не будет Поэтому играть придется с умом и осторожностью Будет только три нации, там СССР, Германия и США А также будет легендарный Тайп 59 А на 10 уровне, кстати, там будут только тяжелые танки В общем, это, конечно, интересно Обязательно, в общем, заходите Обязательно тестируйте Мне кажется, даже игрокам, которые не помнят те времена Все равно будет действительно интересно Там еще голдовые снаряды только за голду будут У артиллерии нету ни оглушения, ни стана Меньше точность, но зато бешеные фугасы и ББшки там у арты Есть, в общем, заходите Действительно, я думаю, понравится прям многим Да, и забыл сказать, где найти ссылку на сайт вот этого нового режима Сейчас в нашей группе ВК вышел пост с этим роликом Зайдите туда, там в этом посте есть ссылка Ну, вообще, сайт называется вотклассик.ру Ну, или если геймцентр, скачайте, сами найдете Все, теперь точно пока Ссылка на группу ВК в описании Ссылка на группу ВК в описании Ссылка на группу ВК в описании